так ну что друзья всем привет в общем короче мы сейчас отправляемся смотреть 21 волгу я вчера звонил созвонился с продавцом оказалось что это какие-то местные перекупы молодой парень я пробил его номер он пробивается как какой-то то ли автосалон то ли что-то мне почему-то кажется что эту машину просто кто-то сдал по 3d ну вот они и там подшаманили ну сделали все там тормозные дела топливные и решили ее продать но машина мне в принципе понравилась она видно что живая то есть как бы все на ходу как они пишут работы сейчас пойдем посмотрим единственное мне не нравится цена цена для этой машины очень дорого то что эти деньги можно найти что-то и получше в общем в любом случае ехать тут недалеко я сейчас ним созвонился он сказал за час мне позвоните а вот но суть в том что он назвал мне адрес так от балды ну типа давайте вот там встретимся то есть он даже не хочет полить контору ладно сейчас съездим посмотрим что там как уже если машина на ходу все работает уже будем разговаривать по цене может она мне не понравится сразу может наоборот понравится не знаю короче салон у нее такой же как у меня волги вот потому что все больше и больше у меня приходит мысль к тому что с нашей волга очень много заморочек ну очень много и денег туда надо вложить уйму и по времени а хочется уже начать ездить потому что ну гараж простаивает машина тоже проста его час начались холода и как-то вот все никак руки не доходят поэтому сейчас короче поедем и посмотрим в общем посмотрел я адрес это то место где мы были вчера когда я от мамы уходил только с правой стороны там гаражный кооператив короче едем туда на том месте где мы были вчера можно было конечно ему вчера звонится и посмотреть но все-таки хотелось бы поехать с папой потому что покупка такая знаете если уж что-то выгодит хотя и мало сомневаюсь вот но все равно я один как бы не могу тоже надо со всеми смотреть вот поэтому посмотрим скорее всего наверное либо а ну там чуть подальше есть кстати автосалон они наверное просто оттуда проедут но видите они раз они туда подгонят за что она на ходу что в принципе не может не радовать раз она на ходу значит она ездит поэтому в принципе сейчас можно даже было бы если бы ее забрать то он не можно было бы ездить понимаете на этой машине можно ездить чтобы вот шкода не портить не накручивать на ней пробега оставить просто шкоду на волге можно было бы спокойно смело ездить вот 65 тысяч километров пробегу для волги это ни о чем если бы это был например запорожец или москвич ну хотя даже еще москвич нет тут запорожец это уже много там на запорожце движки такие у них от 50 тысяч уже начинать на моем запорожец 10 тысяч километров не этого хватит вот до 50 до 100 еще надолго я бы запорожец не собираюсь ехать там куда-нибудь в крым или так далее просто чисто так вот покататься а для волги нормально волги движки неубиваемые поэтому там нормально так что вот ну ладно все короче сейчас жду папу выдвигаемся едем и смотрим что нас там ждет чтобы не пришлось можно было мне вчера сюда пройти до на фотках она выглядит совершенно по-другому ребята так но вот здесь да но она примерного состояния нашего до такого же примерно видите салон такой же как у нас не ребята не не-не-не-не-не ребята нет я-то думал что надо красить ее надо тоже так же красить всю ее надо также все красить резинки также все поехали вот это чё непонятно здесь как будто как слебят ботинок тут видите пакет потому что здесь видимо затекает вода какой у меня такая же тема руль такой же в общем нет ребята шила на мыло не 199 даже не пахнет ты 199 ценником резина конченая в хлам кстати у меня чё с колесом что мне кажется как будто мне как колесо подспущено не ребята не 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 даже я даже я даже хром весь ужасный у меня хром лучше намного не я сейчас им так когда звонишь и пони даже вот эти вот под замену сразу у меня они вообще новые у меня они просто как нулевые здесь видите чё тоже решетка здесь решетка как у нас тоже крашеная я только не пойму нет но вот это может быть конечно кстати и родной быть краской нет нет мне кажется что нет нет вот там крашеные там видно сразу а здесь не знаю а так она еще смотрите ребята крыши то какая намятая она замята крыша этот самый как он антенна у меня антенна вообще идеальная а здесь антенна вся ржавая вот короче в 01 году она проходила техосмотр то есть она ездила какие 15 лет она стала хотя нет пожить а с 01 года но может уже 15 прошло не ребята нет ей в таком состоянии цена ну я не знаю 130 торг вот где-то на 190 здесь даже и не пахнет здесь даже она не пахнет видно что они локер это нашли видно что они ребята взяли эту машину где-то видимо куда не локер а тут еще локер он что там кстати поднищу а я там вообще жесть там примерно то же самое как и у нас не 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 ребята у нее единственный плюс от нашей то что она на ходу все зеркало нет но она ездит потому что она в разных этих точках вот этот кстати стандартная тема вот это видите ребристая такая подставка это вот советская такая штука магнитола конченая видите там все спас лезла у меня на почти как новая вот это вот саму приборку все тоже надо целиком красить она такая же но она не сильно ржавой но тоже вот эта линза которая горит у всех от солнца ее тоже надо менять она самая дорогая зеркало здесь пиндюрина это вообще по-моему зеркало непонятно какой то ли копеечная то ли москвичевая вообще непонятно короче не ребята она конченая но не я не скажу прям совсем конченая резина как и наши единство что здесь колпаки более-менее не 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 ребята это нет я вот только единственно если бы я вчера здесь вот отсюда подошел я что-то даже не мыслить не было чтобы сюда дойти я бы можете у него сюда бы нет вот это эти резинки тоже такие же как у нас это под замену вот тут видите уже что-то сделано новое мнение ребята все тут даже думать не о чем тут никаких 190 даже и не пахнет не не все не наш вариант накрашенная было может из-под деда может быть дед и и красно а до багажнику что здесь видите замята и здесь ведь уже пошла ржавчина красить надо крышу надо целиком красить не а на фотках сушки она вымытая была на фотках она выглядела хорошо не тут и по хрому тут и хром весь уже тут фаркоп еще лишь был парков стоит а труба а это чё такое его мою и сердце не 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 ну даже я так посмотрел ребята даже 130 это много даже за 130 много тут очень много вложений но это примерно такое же состояние как наш ну у нас конечно по кузову она будет чуть хуже но по другим деталям у даже может лучше на даже хром более-менее такой лучше вот эти вот фонари вот эти вот задние там влага нет ну единственное что здесь движок а здесь пробег больше 65 это еще неизвестно 65 это после какого круга они утверждают что после первого хрен узнает может быть тут нечего хотя в принципе у нас тоже не у в принципе 45 но она стояла сколько там сыром гараже мне тоже кажется что она либо где-то в сыром гараже стояла либо на улице не 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 все тут как бы даже и у меня левого здесь лил номера нет не вариант короче пацанчик сейчас позвонил гор типа вы когда подъедете к дому уже смотрю а такой сразу а уже ну ладно я сейчас подъеду я у тебя прибежит быстро бы мне ехать откуда это скорее всего ребята вот там есть автосалон вот там чуть дальше они оттуда это все продают в общем короче если бы они ее ну за 50 вопросов нет можно было бы взять но главное еще посмотреть типа на ходу не на ходу там сидела и можно было бы с нашего не что-то перекинуть туда-сюда и как бы нашу сдать но они видите за даже не понимать что вот эту резину наварную надо ставить на жопу парни молодые я погал по голосу я чувствую что это молодые парам это как вы нашли я бы даже не адреса дал чего такого я просто горе если я был вчера я вчера здесь был просто помните я вчера показывал мы шли вот здесь с вами и до суда они мы не дошли я не знал что у нас здесь стоит можно было бы пройтись я бы вчера бы посмотрел бы уже бы можно было бы нет сейчас посмотрим к что они себя прицел может быть они как вот тот мужик который за 350 отдавала когда ему стал на те 150 он сказал да забирай ну что это скажу на те полтинник и я заберу то что из за 190 ребята и и никто не она будет еще год стоять люди будут приезжать смотреть и за такое состояние а запись за 50 можно но ее надо потом полностью перекрасить мне не нравится цвет цвет вообще непонятный какой-то он и не зеленый и не синий и не понимает какой-то какой-то гулу ну его надо вообще потом красить таким знаете вот так вот ту волгу я смотрел можно таким но видите крыло не в цвет тут надо но здесь по кузову меньше гнилых мест чем у нас у нас больше но у нас она и в сыром гараже дольше стояла в общем ладно сейчас он подъедет заведет ее посмотрим как она работает по двигателю а я не знаю что на этого положил она менял может он сказал что он тут много чего поменял ну ладно посмотрим короче он сейчас ее заведет может она еще может она работает хорошо я же не знаю может плохо сейчас подъедет посмотрим а там будем по цене разговаривать что вообще за супчики что они из себя представляют это вот все не но здесь здесь хотя бы если подготовка покраски проще потому что здесь у нас вот здесь уже дырки сквозные здесь нету посмотрим он сейчас подъедут посмотрим а ну вот тут видите начинается уже но это в принципе не страшно по порогу идет здесь надо не совсем уж прям такая дырки сквозные вот здесь вот тоже надо все ладно сейчас приедет может откроет посмотрим предлагает миллион ну что они хотят я не понимаю им ты не Кагарин навозил выпьем хе-хе-хе-хе-хе а то пытаются такую то все другой раз короче на ней летчик летчик ну летчик было у нас тоже летчик был ну в войну короче летчик был там в гараже даже всякие бушлаты все это было ой ребята она даже пахнет так же как наш она даже пахнет как наша замок здесь меняный причем плохо менять как криво короче ребята это перекуп старовер который рассказывает про то что якобы тачка наша находилась у какого-то летчика смотрите сколько тут проводов то ядрит мандрит смотрите сколько здесь проводов не капот не открывается не ребят какие 190 тысяч вот это смотрите все мятая тут все ржавая не она такая же как наша даже хуже еще не ребят это не закрывается стекла тоже не открывается вот по моему вот это вот вообще ничего машине не понимает он даже не знает как ее завести ты хоть изучить подсов-то вытащил накачать надо бензин то есть они бензин он есть я вижу полный камера полная пошла 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 тихонечку да мы конечно нет ребят короче пацанчик этот перекуп который не шарит абсолютно машине ничего он даже не знает каким ключом двери открывать в общем по состоянию она такая же как у нас один в один вот просто один в один у нее еще внутри какие-то провода прям клок таких проводов непонятно куда чего это идет магнитола вот это вот но не магнитола а ламповое радио но почему-то замято такое впечатление что она по морде получала хотя в принципе по двигателю я посмотрел по 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 крыльям как бы все все нормально все в порядке в общем якобы ему там звонят но это типичная перекупская темой да у меня там куча желающих посмотрим сколько она будет стоять на хавита потому что такие волги они стоят просто там годами никто не берет никого нужно он говорит что в основном звонят якши но якши звонят потому что типа им нужен металл они берут на металл скорее всего так что вот нет машина это не подходит я говорю ну давайте по деньгам а он такой типа ну если типа вы решитесь мы по деньгам поговорим видите он уезжает назад потому что наверное где-то там у него но там за есть салон короче он сказал типа если вы надумаете под ним он грел ему 120 предлагали а 120 предлагали ну она даже 120 ребят не стоят а почему вы свои убрали если не секрет а у него еще такой говорок какой-то я говорю 30 не она 30 таких сейчас цен нету я буду цента не цены есть тем то нету может быть но она то есть короче нет ребята во первых у него внутри такой же запах как в нашей видно что она очень долго в сырости где-то стоял плюс у него внизу я говорю такой клок проводов каких-то идет непонятно куда-то замок вот этот где вставлен там все замята почему-то вот криво все стоит и вот это вот его кто-то там ковырял магнитол это в смысле радио это она тоже все заметно магнитол еще работает радио работа но он чудо заметно не знаю короче нет ну ему типа звонят якобы но это фигня это типичная перекупская тема и самое интересное ну чувак продает тачку но он хоть бы изучил бы где чего от чего очень нет завелась видите да как неизмерно завелась хорошо хорошо ну завелась как бы вроде ничего там то есть теоретически если бы час бы за 50 можно было выбрать не я бы должна за 50 она она ездит лишь а ну только что ездит а так она нет ну ладно короче как как скажет никулин будем искать может ничего в общем короче по поводу волги я посмотрю сколько она простоит на хавита потому что он говорит куча звонков прямо все звонят но звонят в основном я не понимаю зачем им надо я еще понимаю бы это были какие-то там газели чтобы металл возить за ты волги им взять нечего странно короче появилось еще одно объявление еще один экземпляр 100 тоже 195 тысяч рублей шестьдесят четвертый год пробег пробег по моему 250 что ли тысяч на машине на волге но то хотя бы честный пробег понятно что но опять же 190 тысяч ну откуда люди вы берете такие и цены сейчас говорит таких цен нет как ну каких но сейчас всех считает если ретро значит это сразу должно стоить дорого то есть получается моя волга по и нынешним меркам должна стоит 150 что ли она не стоит этих денег вот 70 это край этой машины для волги это вот 70 тысяч это край для моей волги для этой примерно то же самое единственный плюс что это просто сразу заводится как бы все но опять же я говорю очень много каких-то соплей там каких-то непонятных проводов куда чего это идет что там было подключено я не знаю ой я вам такую историю расскажу там летчик типа там летчик на этой машине ну летчик и что а что такое понимаете был гагарин если бы это была волга гагарина ну летчик ну и чё такого господи ну а потом извините я придумать то могу все что угодно летчик не летчик как бы ну паришь посмотрим будем мониторить хавита посмотрим сколько он сказал что мне за нее предлагали 120 так чувак надо было отдавать это же 120 это я не знаю кто нашелся такой что прям он надо мне кажется тоже опять выдумка 120 он там она мне намекает чтобы то есть я бы сейчас за эту волгу предложил 120 он бы мне наверное и отдал на 120 ему даже предлагать не буду потому что она не стоит этих денег вот ту волгу который я до этого смотрел вот это вот с непонятными документами с этим непонятным номером вот там да там не жалко было даже дать 150 то что там реально сел в тачку и поехал вот там сел и поехал все там больше ничего не надо она на ходу все там там уже чисто косметический ремонт а здесь еще надо вложить мамы не горю и вообще не то чем люди думают когда выставляют такие цены но он мне говорит знаете знаете как есть этот комик незлобин кто знает вот он и вот так по такому но вы же понимаете сколько сейчас стоят машины я так как раз понимаю сколько сейчас стоят машины я понимаю что цена металла возросла до 21 рубля но это же не означает что надо за такие ведра про сиденья не атак то машинка идеально все работает включая чуть смысле идеальная она сейчас работает а заводовить она угот она завелась полтыка сегодня она завелась там с пятого раза например не знаю короче нет ребята не мой вариант может что-то и найдется дай бог конечно же кто-то нашелся пацанчики там заработали конечно на этой тачке но для меня нет 50 я бы забрал за 50 я бы забрал чисто просто вот начать на ней кататься ездить там какие-то сопли убирать что-то там смотреть как чего одно не более того вот если за 50 надумайте звонить предлагайте цену 50 больше я не дам нет что надо денег возьмем самого такая же стоит так что она будем искать как как Субтитры подогнал «Симон»